Пенитенциарный кодекс Могла сделать так, чтобы серьезные наказания вызывали у водителя страх попасть за решетку, если совершено повторное преступление. Вот уже второй день в стране при очередном нарушении, связанном с употреблением алкоголя. Условного приговора попросту быть не может. Провинившееся лицо приговорилось судом к тюремному заключению в любом случае. Прежде всего, следует отметить, что теперь введена часть вторая в статью 424, которая предусматривает повышенную ответственность при совершении преступления повторно. Что значит совершение преступления повторно? Это могут быть совершение преступления, два эпизода в течение определенного времени, но еще за первое не принято никакого решения. Или совершение преступления подобного рода после того, как за первое преступление, аналогичное, уже человек был осужден. Тогда уступает повышенная ответственность. Практически ежедневно мы слышим о ДТП с нетрезвыми водителями. По их вине, только за этот год на наших дорогах было совершено более 400 аварий, в которых пострадали 145 и погибли 8 человек. Столь грустная статистика и стала причиной ужесточения наказаний для тех, кто в пьяном виде спровоцирует тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Если лицо совершило аварию, и это авария или это происшествие ДТП было сопряжено с причинением смерти или тяжких телесных повреждений, то тогда, если лицо после этого употребило спиртные напитки, даже если оно было трезвым, или скрылось с места преступления, то это отягчает его ответственность. Словом, прежде чем сесть за руль под шофе, стоит сто раз взвесить. Насколько эта поездка будет выгоднее того же такси? Ведь теперь это чревато не только штрафами и изъятием прав, но и обязательным лишением свободы. Сергей Дедыкин, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.